Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где каждый день мы размещаем большое количество аналитического контента вам в помощь, чтобы вы разбирались не только в тех сводках, которые есть на рынках, но и имели четкое представление о том, как и что нужно делать, потому что мы публикуем конкретные торговые идеи. Если есть желание что-то прокомментировать, друзья, пользуйтесь функционалом обратной связи, фидбэка. Каждый пост можно с вашей стороны комментировать, оставлять ваши пожелания, либо какие-то критические замечания, либо наблюдения. Контент готовим для вас, поэтому готовы подстроиться. Ну что, у нас мы еще на один день ближе к началу симпозиума в Джексон Холле, банковский форум, который событие номер один не только последней недели, последнего месяца, я думаю, что последнего даже квартала. Может быть, даже и более длительные горизонты, потому что это та самая встреча и, точнее, то выступление председателя американского регулятора Джерома Пауэлла, в ходе которого мы можем получить ответы на вопросы, что будет с программой количественного смягчения. От этого уже, разумеется, все будет зависеть дальше, что произойдет с активами рынка Форекс, с сырьем, с золотом, с фондовой секцией и так далее. На этой неделе я предлагаю сфокусироваться, прежде всего, именно на долларе, и мы американскую валюту с вами разбираем через индекс доллара на золоте, на нефти и на индексе S&P 500. Для разнообразия, чтобы, опять же, была возможность спекулировать более широким набором инструментов рынка Форекс, можно добавить еще новозеландский доллар, но только потому, что это тот самый актив, за которым сейчас стоит крайне интересный новостной фундаментальный фон, связанный с тем, что в Новой Зеландии прямо сейчас действует четвертый уровень локдауна. Это максимальные ограничения, в том числе и комендантские часы. И этот локдаун, по последним данным, воскресным сообщением премьер-министра в Новой Зеландии продлен до пятницы-субботы. Я думаю, что, в конце концов, за эту неделю остановить распространение коронавируса вряд ли удастся, но давайте будем реалистами, тем более, что у нас есть яркий пример ближайшего соседнего региона Австралии, где точно такие же меры не привели к быстрой победе над новой вспышкой коронавируса. И сейчас количество ежедневно фиксируемых случаев превышает 600, друзья. Я думаю, что нечто подобное, к сожалению, какой-то период времени будет наблюдаться и в Новой Зеландии, поэтому мы через неделю-две начнем считать потери для новозеландской экономики, которые будут исчисляться миллиардами новозеландских долларов ежесоточно. И это все конвертнем в будущее замедление экономического роста, которое, в конце концов, должно будет повлиять на риторику резервного банка Новой Зеландии. Им придется отложить свое решение, которое предполагает уже значение денежно-кредитной политики до более лучших времен. И это все приведет к локальному ослаблению курса новозеландского доллара. Это долгосрочная сделка, но я думаю, что если вы интересуетесь фундаментальным фоном, долгосрочные сделки интересовать вас просто не могут. Что касается вчерашних настроений, росло все, что имело отношение к риску, и я вижу то, что многие стали полагать, что это полноценный разворот и есть какие-то фундаментальные предпосылки для этого роста. Какие, друзья, предпосылки? Единственное, что стало причиной роста рисковых активов накануне, это технические факторы. И чтобы доказать это, можно разобрать статистику, например, европейского происхождения. Данные, признаю, были очень хорошими, евро сейчас котируется против доллара на уровне 1.1736, восстановились почти с минимумов на фигуру. Вчерашний отчет и индекс активности в сфере услуг и промышленности. Нужно разобрать составной индекс, который учитывает оба этих high-сектора, который в рамках Германии достиг отменки 66 с 62,4. То есть ниже, чем было месяц назад. Но я все равно обращаю ваше внимание на то, что сейчас составной индекс находится на одном из самых рекордных уровней за все время наблюдения за статистикой с 1998 года. По еврозоне, кстати, составной индекс чуть-чуть также не дотянул до значения двухмесячной давности. Однако все равно остается на максимуме за два десятка лет. Хорошая статистика, да. И сейчас можно объяснить рост евро. Но если рассуждать логически, то британская валюта, которая также вчера опиралась на статистику, скорее всего, рост фунта был обусловлен также сильными макроэкономическими данными. Здесь я с вами не соглашусь, друзья, потому что по фунту данные были плохие. Составной индекс PMI Великобритании просел до минимума за последние шесть месяцев. Это уже нездоровая тенденция. Я думаю, что при таких темпах еще кварталы мы вновь будем наблюдать значение ниже 50 пунктов. Поэтому рост фунта доказывает, вчерашний рост фунта, что он был основан на технических предпосылках и факторах, но никак не на фундаменте. Фундамент у нас раскроется только под конец недели, поэтому сейчас любые наши попытки спрогнозировать движение, это будет лишь спекулятивным трейдингом. Все будет известно в пятницу после выступления Павла. До этих пор я предлагаю системно смотреть на то, что происходит с американской экономикой. Отчеты последние, вчерашний релиз по индексам активности производственного сектора сферы услуга, маркета тоже не дотянули до значений прошлого месяца и в целом наблюдаем минимальный уровень больше, чем за квартал последних. Бэнк оф Америка вчера пересмотрели прогноз роста американской экономики с 7,5 до 4,5%. Понятное дело, что все эти ухудшенные прогнозы связаны с распространением коронавируса в США. И эти риски, они будут разбираться многократно со всех сторон Павлом, когда он будет держать оборону и отвечать на вопросы касательно того, что будет с программой QE. Я думаю, что в пятницу, друзья, мы с вами точно поймем, как действовать дальше с долларом. Ну а пока что давайте покупать золото, которое достигло уже нашего ближайшего целевого ориентира 1800 долларов за тройскую унцию. Максимум локальный был выше. Я по-прежнему считаю, что мы можем ставить на еще более высокое значение 1825, например. Американский фондовый рынок, здесь я вас поздравляю, друзья. У нас очередное обновление исторического максимума, и мы в одном маленьком шаге от нашей заветной цели 4,500. 4,482 пункта. Сейчас, я думаю, что сегодня-завтра этот юбилейный уровень опадет. Рынок нефти 68,95. Хочется уже непосредственно провести какую-то сделку. Я предлагаю селл-стоп с отметки 67,50. Риски все те же. Опасения за замедление экономического роста, снижение спроса. Кстати, Департамент энергетики США накануне сообщил о том, что планирует продать 20 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов. Это еще один шаг Байдена, который направлен на то, чтобы повлиять негативно на оцены, потому что чем дешевле будет нефть, тем меньше будет стоить бензин. А дешевый бензин – это то, что сейчас необходимо ему для поддержания собственного рейтинга. И по Новозеландску, как я отметил, сейчас котировки 0,68,97, селл-стоп 0,68,70. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. До завтра. Всем пока.